Начиная с 2002 года, одаренные школьники Кубани получают губернаторскую премию. В этом году традиция была продолжена. Обладателями денежной премии стали четверо славянских ребят. С таким высоким достижением отличников поздравит глава района Роман Сенеговский. За отличные успехи в учебе, победы в предметных олимпиадах и творческих конкурсах в этом году губернаторской премии были удостоены 100 кубанских школьников. В их числе и четверо ребят из нашего района. Это учащиеся 17-й школы Максим Мерц, учащиеся 3-й школы Алексей Абаев и учащиеся 1-го лицея Маргарита Неделька и Ева Матряшина. Мне, безусловно, очень приятно, что меня отметили и дали мне эту премию. Это как такое приятное дополнение. И я чувствую, что то, что я делаю, это важно, но не только для меня. И у меня появляется мотивация дополнительная, чтобы работать над собой, учиться и готовиться к олимпиадам. Все ребята не только отличники учебы, но и победители предметных олимпиад и различных творческих конкурсов. Я участвовал в Всероссийской олимпиаде школьников. Там я стал трижды призером регионального этапа. Для меня это стало большим сюрпризом, потому что я не особо надеялся. А еще я участвовал в литературном конкурсе класс. Нужно было написать рассказ на одну из заданных тем. Там 50 финалистов отправлялись в Москву, и я, к счастью, вошел в их число. И стал победителем народного голосования. Это приятно, потому что, когда за тебя голосует весь твой район, это не каждый день бывает, знаете ли. Глава района Роман Синеговский пообщался с одаренными школьниками. Поздравил ребят с присуждением им губернаторской премии, пожелав дальнейших успехов в учебе. Истинно за вас рад. И тут, я считаю, две составляющие. Талант и труд, как ни крутить. Без труда ничего не бывает, правильно? Но талант, я считаю, что когда люди уникальные, и, скажем так, 5+, я имею в виду, и выше, тут все равно, конечно, талант присутствует. Поэтому я поздравляю вас, что вы талантливые. Вы у нас молодцы. Наступающий Новый год. Пусть ваши мечты исполняются. Глава района вручил ребятам дипломы и памятные подарки. Размер губернаторской премии в этом году составляет 50 тысяч рублей. Потратить их школьники собираются по-разному. Но большинство – на дальнейшее обучение и реализацию научных проектов. Для меня и для всей нашей семьи это очень большая гордость. Мы очень рады, что нам удалось получить эту премию. Мы будем ее тратить для развития наших исследовательских работ и их соответственного продолжения. На данный момент скоро мы будем выступать с исследовательской работой «Детекция лжи». А сейчас разрабатывается еще новый проект по названию «Умная обувь для слабовидящих». На данный момент он находится на стадии разработки. Однако уже есть небольшие, так сказать, концепты. Пожелаем одаренным школьникам, чтобы все их планы и проекты исполнились. А зная, сколько сил и усердия они вкладывают в свою учебу, можно с уверенностью сказать, что все у них обязательно получится. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».